Субтитры делал DimaTorzok У всех бывают ошибки, мы на ошибках учимся, и я предлагаю вам, можно сказать, познакомиться с нашими телезрителями, сказать несколько фраз Дорогие телезрители, группа Маяковский приветствует вас в лице двух ее сердец, фронтменов, солистов, Ильи Саммитова Ильи Дмитрия Тиханова Да, когда говорят Саммитов, у меня сразу Саммиты вот эти, большой восьмерки Да, не одна женщина говорила, что моя фамилия именно оттуда и произросла, Саммит как сбор от чего-то Серьезно? А эта женщина жива еще? А Пушкин это японская фамилия, она говорила И часто такие ошибки случаются в Саммитах? Ну, если в разговорной, да, часто ошибаются, но еще и Word, например, или как он там, Microsoft Office Microsoft Office, да, он исправляет фамилию сразу же с двумя М, Саммит, потому что с двумя М пишут А, слово Саммит А, автоматизация Мою никто ничего не исправляет, потому что моя фамилия, она великая Тихонов, все-таки А моя редкая Что тоже немаловажно Сейчас мы выяснили немножечко о фамилиях ребят И, как я уже сказала, это самая литературная группа И поэтому, расскажите, вы увлекались литературой в свои школьные годы? Или, может быть, сейчас зачитываясь произведениями, что придумали такое оригинальное название? Самая литературная группа Так и хочется сказать, да, нет, простите Да, если Вернемся к литературе Да Литературное название вполне возможно, но оно больше бунтарское, нежели литературное Потому что даже в том творчестве, которое производил Владимир Владимирович Маяковский Там в первую очередь, наверное, протест, какое-то слово человеческое, да, его личность А уже потом это воспринималось как литература Мы ни к тому, ни к другому отношения не имеем Мы взяли название его фамилии Великое название Великое — это слово могучее, огромное И когда нам задают вопрос, почему мы назвались так, мы отвечаем очень просто Запоминается легко? Вполне Все, вот ответ А некоторых даже шокирует Да Что прям такая великая группа Конечно, все эти комментарии Это что за уроды? Зачем они взяли фамилию великого поэта? А назовете что-нибудь из репертуара, можно сказать, Владимира Маяковского? Ну, я много могу назвать Например? Он один из моих любимых авторов вообще серебряного века Ну, облако в штанах Не знаю, лилечка Все что угодно Но вы из ГИТИСа, поэтому, я думаю, это... Да тут дело не в ГИТИСе Илья, например, не учился в театральном вузе, но тоже... Читал-то в школе, точно Все же читали В школе? Ну, в школе стандартной Я достаю из широких штантов Почему? Нет, я всегда читал не по программе А, ты был исключением из правил? Ну, например, да, 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 да Ну, я просто любил читать и любил учить... Литератор такой? Учить стихи нет, и нет, вообще не было Просто у нас педагог был, учитель в школе хорош по литературе И я уже там в пятом классе выступал на сцене, читая стихи, которые учили уже прошеклассники Красавчик Дай печенье Да, было дело А в школе вот вы были хулиганами или все-таки вот прилежно так сидели на уроках, занимались вот литературой, например? Я не учился в школе, я на домашнем обучении все 10 лет Меня здесь изолировали от общества, потому что я иногда могу броситься на человека Вот просто ни с того ни с сего сидит, вроде дает интервью, пьет чай, потом раз и за нож сводит Многие дети-то заочные Тоже заочные? Нет, ну шутки шутками В школе все было отлично, как у всех, абсолютно Нет, не как у всех, как у всех Нормальные дети мы были Ну, расскажу про себя Конечно, мое творческое начало, оно всегда вперед пятилось И поэтому я, конечно, любил гуманитарные науки больше, чем точные А какой вопрос был? Учился вообще так, не очень Не очень, то есть ближе вот к хулигану? Меня что-то интересовало, я в это вникал Я учился в физико-математическом классе, это совершенно мне не близко, я никогда ничего не понимал Потом поступил в технический вуз, ничего не понимал, но были другие предметы, другие педагоги Вообще спортом занимался, этим увлекался, поэтому А какой спорт? Лыжные гонки? Или вот прям все? Нет, нет, лыжные гонки Ага Атлетика Ну так получалось, закончил ударником, поэтому все в порядке Ударником? Да, ударник, это с четверками и пятерками А, я думал, ты на барабанах А вы отличник? Я? Нет Тоже нет Я хорошист А вот название группы, я думаю, опять же, в честь великого русского поэта, безусловно, обязывает вас исполнять такую качественную музыку Расскажите о том, как рождаются ваши композиции Ну опять же, я хочу подчеркнуть то, что мы с творчеством Маяковского самого не пересекаемся и не стараемся пересекаться По одной простой причине, это невозможно Потому что Маяковский это великая самодостаточная фигура, единица мощнейшая И мы никаким образом не сможем, даже если бы мы при всем нашем желании хотели бы что-то подобное исполнить или повторить Ну, мне кажется, это немножко глупо, когда артисты берут и начинают делать что-то в стиле Майкла Джексона, например, гениального Или пытаются, не знаю, там, переснять иронию судьбы Ну это, наверное, должны быть тогда какие-то шоу, где читают стихи, играется музыка, в оркестровках, какие-то странные декорации И все это парад, идет парад Да, да, да Причем нормальный парад Ну, такое шоу, на самом деле, если замутить, мне кажется, оно будет востребовано Это была бы интересная интерпретация Отличная идея, кстати, да, надо подумать Но на это нужны бюджеты, сами понимаете Ну, подожди, может быть, фэйшн-концерт нас проспонсирует? Да, может быть Ну, мы подумаем Протестные концерты спонсируются Протестные концерты А против чего протестуем? Или за? Мы всегда протестуем за За светлое будущее Да, почему бы и нет А как рождаются все-таки композиции? Так вот вы сейчас находитесь в... В родильном доме Да Это наша репетиционная база Она же студия, что находится за стенкой Там непосредственно родильная палата номер один Здесь родильная палата номер два Мы меняемся, распределяемся Ну, дома в том числе, конечно В рабочие дни здесь дежурит акушер Его зовут Александр Макаров Он художественный руководитель нашей группы Он, собственно... На подхвате, так сказать Он достает детей из нас, да И переносит их в компьютер Вот А мы пишем в основном здесь Я сижу вот около окошка У меня там место мое облюбованное Илья иногда тоже около окошка Иногда в студии непосредственно Где мы записываем вокал Ну, так дома, конечно Ну, мне, например, дома вообще неудобно работать Никто не мешает У меня в основном рождаются песни здесь То есть я за... В новом году уже, в шестнадцатом году Я уже тут песен десять, наверное, наклепал То есть вы, можно сказать Зачинаете все музыку, слова и так далее? Нет, нет, нет Мы абсолютно равноправно зачинаем и музыку, и слова Илья делает то же самое абсолютно И Саша Макаров, который наш худрук Мы втроем это делаем Потом собираем все в одну кучу В большую сваливаем Из этой кучи уже достаем, допустим Какие-то там четыре-пять вариантов Самых удачных У нас большая команда Это мы же не втроем У нас есть директор У нас есть пиар-директор Мы садимся Значит, компания Все-таки у нас есть лейбл Universal Russia Мы обсуждаем, да, вот какой трек И потом выбором и голосованием Всеобщим мы принимаем решение Какой трек становится символом Правильно? Так я должен был сказать? Да, да, да Ты мне десятку поддашь за это? Гладко стелешь Гладко стелешь? Расскажите о том Вы помните свое первое выступление В составе «Маяка» Вот, как это было? Вот прям на большой сцене, можно сказать? Конечно, конечно Была наша презентация В мае В мае, 25 мая Какого года? Три года назад Три года назад, да Вот в этом мае будет три года И как прошло выступление? А не четыре будет? Три, да, будет Наступление прошло великолепно Шикарно Это был такой рок-клуб Да, это был рок-клуб И тогда мы все еще думали, что мы рок-музыканты И рок-группа Неожиданно Такая с примесью электронной музыки Да, мы тогда искали Мы искали Ну, такой материал и был вначале Начинали потяжелее, скажем откровенно Было круто Были, конечно, огрехи какие-то, косячки Все-таки первое выступление Но это все заполнялось тем, что был полон зал наших друзей Которые нас поддерживают И самое главное, мне кажется, видно Если посмотреть на видео Как мы хотим просто, чтобы ему было хорошо Прям вот очень хотим Ну, это ты про тот случай, когда ты раздеваться начал? Нет, это не тот случай А что за случай такой легендарный? Это про Дима Он не про меня У него просто Шизофрения Ну, кстати, после этого концерта мы подписали с Universal Contract Помнишь? Да, да, я помню Они пришли и умоляли Вот именно тогда Это шутка Это шутка Этого обидится еще Наш лейбл Нет Никто никого не умолял Действительно, им понравилось Мы были рады Мы пригласили представителей на концерт Они пришли И мы, конечно, обрадовались На данный момент мы являемся Одними из немногих представителей Universal в России По последней информации Конца того года Мы были вообще единственными артистами Но сейчас не знаю, как Мы не приезжаем в офис Они нам звонят Говорят, ребята, где песня? Давайте, давайте И вы такие Опа, родили Ну, такие Да, ну, родили Каждый рожает по-разному Опять же Возвращаясь к родильному А вы тяжело рожаете? Или все-таки Прям вот легко? От разу к разу То есть Первый ребенок Конечно, тяжело Второй уже Выходит Как, не знаю Селедка из банки Да? Нет У вас наоборот? Нет, у меня бывает, что Вышел Полгода, например А пуповина не рвется Пишутся песни А потом могут год не писаться Да ты стинг А потом опять Просто Вот откуда-то берутся Наверное, это все зависит От внутреннего состояния И от Вдохновения От окружающего мира Ну, назовем это вдохновение Вдохновение У меня есть несколько вопросов Дмитрию Да Дмитрий, я знаю, что Вы закончили Актерское отделение ГИТИСа Скажите Эстрадное Это эстрадное Скажите, вам это мешает Вашей карьере Или это очень сильно помогает Ну, я сейчас Когда переформулировал вопрос Что эстрадное Ты, наверное, сама поняла Что никак не мешает Что это наоборот Огромный плюс Но Я поясню А когда говоришь, что закончил В театральном вузе Эстрадный факультет Все сразу думают А, эстрада Ну, значит, он занимался Вот тем, чем он сейчас занимается В шоу-бизнесе Нет Нет и нет Театральный вуз Это, в первую очередь, театральный вуз И, в первую очередь, тебя обучают Как актера А благодаря тому, что Факультет был эстрадным Мне повезло Что еще Меня там учили Как правильно петь И вести себя на сцене Танцевать И все прочее То, чего не могут делать Другие актеры Вот Нет, мне это не мешает И когда мне спрашивают Что бы я выбрал Если бы встал выбор Актерская карьера Или карьера музыкальная Я ничего не буду никогда выбирать Потому что для меня Это абсолютно равные вещи Я артист Я не актер Я не певец Я артист Я все в одном Это отлично Что такой симбиоз получается Ранетки Вот ваша самая Наверное, громкая Актерская работа Абсолютно Так К сожалению, пока Вы продолжаете сниматься Или это уже В прошлом Или это вранье Нет, вранетка Вранетка Вы продолжаете Вранетка Седьмой сезон Сам запустил Было бы неплохо Я продолжаю сниматься Активно Если кому-то интересна Моя актерская жизнь Вы можете зайти Есть сайты Кинопоиск Кинотеатр Посмотреть Мою фильмографию Конечно Самая громкая Это вранетки Потому что там От сезона к сезону Моя роль Из второстепенной Превратилась в главную Я играл там Главную роль Больше главных ролей У меня пока что не было Но они обязательно будут Естественные Я верю в это И знаю То есть завязывать Вы с этим вообще не планируете Нет, конечно Когда мне звонят И предлагают съемки Я всегда соглашаюсь И что касаемо Актерской деятельности Здесь я, кстати Особо даже не торгуюсь По гонорару Потому что Это в данный момент Происходит Гораздо реже Чем что-то происходит В музыке И поэтому Чтобы лопата Актерская не ржавела Я знаю, что мне Лучше пойти отсняться Для опыта Для своего Нежели начать там Пальцы гнуть И говорить Я звезда Там все дела Ну, хотя Я себя не считаю звездой И никогда не считал Принеси мне мою косметичку Ну и сейчас Немного о вашем творчестве Вот если вы так Прям положите руку на сердце Скажите Какая самая любимая Песня вашего репертуара Вот давайте Да Все вместе это сделаем И вот Признайтесь На данный момент Абсолютно точно Каверзный вопрос Потому что на него Тяжело ответить Вот так вот Прямо сразу Но Наверное Одна из Это песня Которая написана Не нами А Максиму Александровичу Фадеевым Это песня Слабая Но это для меня На данный момент Опять же А для вас? Да Соглашусь Потому что Есть песня Париж Например Которую я очень люблю Потому что Она Дарит позитив Людям Я вижу Как на концертах Люди Счастливы Под эту песню И это приятно Но Если брать Песню Которую я могу Слушать Например В машине То эта песня Слабая Есть еще Другие хорошие Песни Которые вы тоже Не слышали А почему Именно так Вот В машине Именно Вдохновение Возникает Потому что Это музыка Подходит Моему настроению Она Круто На мой взгляд Сделана Это стиль музыки Которую я могу Слушать Песня Дороги Для вас Нет Песня Жизни Просто Нет Просто Катя Не понимает Артисты Занятые Артисты Которым Действительно Мало времени Свободного Мы слушаем Все в машине В дороге В пути В машине В самолете Летишь Наушники Потому что Некогда сесть дома Включить Сладиться музыкой Нет Я дома Вообще Я дома Только Ну не буду Говорить что делаю Но в общем Какие-то Нет я и дома музыку слушаю Но это Уж точно не своя музыка Инди Какой-нибудь рок Классно с утра Поставить Илюша А ты в курсе Что был концерт Прокупаем 3 В Москве В Москве Неделю назад Нет вообще не видел Ни одной афиши Вот так вот А Ник Лукьянов был А Ник Ник Был Лукьянов Вот это да Это любимая группа Ильи Просто Извините Я мечтал на него попасть И почему я вообще Об этом не говорил Представляешь Вы такой меломан Да Прям вот Все в этом слушаете Нет не все Только хорошие И даже если бы я тебе написал Когда увидел его Поз Все равно было бы поздно Понимаешь Поэтому Какая разница Вот это провал Сейчас Зачем ты сейчас Извини Я просто хочу чтобы Я вижу у тебя интервью Поперло Я хочу испортить Ну да Вы прям ранили его Не получится А вот Вы сказали Это ну то что Хорошую музыку Вы слушаете А что для вас хорошо Я люблю Честную музыку Например Слушаю Прокупань 3 Потому что Это гитарная Клевая музыка Симбиоз Всего Рока Который был Рожден В 20 веке Это такой Хороший Качественный Симбиоз И тяжелой музыки И лиричный И мелодичный И что Самое главное Со смысловой Нагрузкой Вот Как говорят правильно На вкус цвет товарищей Нет Мне под эту музыку Про которую сейчас Говорит Илья Хочется Вскрыть себе вены Ну это например Это лишь одна Из групп Конечно я не буду Слушать ее С утра Дома Попивая кофе А иначе Поедутся следы На руках Лучше Да Очень много Хорошей музыки Сегодня какую-то девочку Слушала Не помню как она называется Инди Такая исполнительница Очень приятно Что Много Появляется Современной Классной Качественной Нашей музыки И это не может Не радовать Допустим Альбом Буррито Который вышел Наш друг Гарик Я Ну не из-за того Что он наш друг А потому что Реально альбом Очень крутой Качественный Да И по звуку И по мысли Это единое целое Или альбом Айова Или альбом Айова Да тоже Хорошие треки Уэм и эм Необычно То есть Ну как Я просто называю Что приходит в голову Но таких много То есть Они были Всегда Была качественная музыка В России Всегда Но в какой-то момент Ее было очень мало Настолько мало Что даже никто Об этом наверное Не знал А сейчас есть Простор Для того Чтобы это все Предоставить На всеобщий суд И обозрение Вот У вас есть Очень много Различных премий Творческих номинаций Какую из них Вы считаете Самой главной И важной Вот почему Ну Грэмми У нас немного Ну сравнительно За такой короткий срок Уже достаточно Правда немного Илюша Одну секундочку Я вот объясню У нас немного И мы считаем Это несправедливым Потому что Мы за эти три года Сделали Очень большую работу И я считаю Что дело Не в самой премии Не в цацке Как их называют Да тебе дали Какую-то фигурку Или какую-то статуэтку Дело не в этом Дело не в признании А вот именно В номинации Когда артиста номинируют Значит видят Что он что-то делает А у нас С некоторыми премиями С некоторыми Не будем называть конкретно Вот У нас бывают Такие ситуации Когда люди нарочно Не замечали нас Но ничего страшного Это все ерунда Самое главное Чтобы нас замечал Наш зритель И наши поклонники Радовались А про премию Топ Хитая Или я абсолютно правильно сказал Я считаю что это конечно да Это серьезное достижение Весомое премию Ради открытия Ради открытия С песней Париж Открывали Кстати вот о песне Париж Вот вы поете свои песни Леди ты как Париж Да И вот вы были во Франции Для того чтобы судить об этом А ты смотрела клип Конечно Я честно скажу что я знаю Ваше все творчество И слушаю абсолютно все песни Тогда поясним для телезрителей Почему Париж Посмотрите во первых наш клип Зайдите на наш официальный канал В интернете в ютубе Посмотрите все наши видеоклипы У нас есть официальный канал И канал группы Вот на канале группы Мы выкладываем те работы Видео которые мы делаем сами То есть без участия Крутых режиссеров Съемочной группы Просто сами снимаем А на канале официальном Который это универсал ВЕВА Да у нас там официальный клип Вот на клип Париж Там все понятно и ясно рассказано Илья родом из Челябинска Да А в Челябинской области Если вы не знали Есть деревня Париж Берлин Фершенпенуаз Ну давай остановимся на первых То есть это одна из деревень Так вот Это реальная деревня И в ней реально стоит Эфелева башня Ну понятно что не оригинального размера Она чуть больше Когда туда проводили сотовую связь А это было не так уж давно Это было буквально Ну да Года 3-4 назад Наверное И поставили А до этого там ходили вот эти Не типовую вышку А спроектировали специально Флорни и Эфелева башни Креативные А что за компания Интересно Ну да без рекламы А там разные компании Они же там скидываются Круто, круто, круто Вот поэтому Оттуда идея и пришла А какое вот самое райское на земле По вашему мнению? Челябинск? Райское что? Место на земле А место Ты просто спросил Ну Мне кажется Что самое райское место Я еще на земле не посетил У меня есть планы Несколько мест Я уверен Что они такими и окажутся По рассказам друзей Есть одно место В котором Никто из моих друзей Не бывал никогда Но я уверен И знаю Что там супер круто И я наверное Когда туда приеду Однажды Я захочу остаться там жить То есть интуитивно чувствуете Что вот все еще впереди А я думаю Что райское место Вот прям вот здесь Где мы сидим Если мы вот здесь сидим Значит это самое крутое место Которое может быть В нашем случае Если мы все время Будем находиться В такой точке Нам будет очень интересно жить Наверное Как вы считаете? Ну Я думаю Что вполне Я думаю Что он переслушал Прокупай интриг Да И таблетки подействовали Да Он сегодня целый день Да Слушает что-то Да нет 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 Ну вот для вас Какое самое райское место? Для меня самое райское место На земле Наверное Мой родной город Какой? Да Мой родной город Это город Брянск Я там родилась Жила 18 лет И я очень люблю этот город Он кажется Немножечко таким странным Гористым Даже я бы сказала Но я его очень люблю Потому что Ну вообще я люблю родину Я помню Въезд в город Брянск Вот эти 5 километров до города В котором Нет дороги Да-да Вот это самая главная проблема Самая райская Любое райское место Через Какое-то время Может стать Уже не райским Понимаете? Самое главное Как к этому относиться Если приехать на берег океана И думать Что это самое райское место Потому что здесь всегда тепло Здесь пальмы Здесь серфинг Вау-вау-вау-вау Останови прекрасное мгновение Через 3 дня И наверное тех людей Которые находятся рядом Тоже зависит Катя просто так громко сказала О патриотизме Она сказала о родине Я объясню Родина одна И всегда конечно Самое важное Это твой дом Я родился в Туле Я обожаю свой город Несмотря на все недостатки А недостатков миллиард Как и во всех других городах Нашей страны Не везде все гладко Мы все-все прекрасно понимаем Я считаю Что райское место Это то место Где ты можешь Не знаю Быть в любой форме Сам с собой Откровенен То есть с друзьями Один И тебе там всегда Будет хорошо В райском месте Не обязательно жить В райское место Можно приезжать Просто для кого-то Райское место Это не знаю Патриаршие пруды Ты пришел туда И вот просто Час там побыл И тебя вот как-то Настраивает Вот что такое райское место А не то где тусовки Закат Пляж Какие-то Не знаю Там серфы Там не знаю Лежаки Нет Не об этом речь Для меня райское место Это в первую очередь Для осознания Творить Думать Принимать решения Или наоборот Не думать ни о чем Вот Как-то так Сейчас ты в райском месте Конечно Абсолютно Я про это и говорю А Все Я допер Ну ты же знаешь Я туго думаю А как изменилась Атмосфера внутри коллектива После ухода вашего барабанщика И гитариста И почему так случилось Да стало все Замечательно Немножечко ты такая В бочку Да нет Нет Да все надо Все отлично У нас же У нас же не было никакого скандала Хотя наверное Для пресса Это было бы интересней Мы очень мирно Полюбовно разошлись И разошлись мы По причине того Что И мы с Ильей Стали понимать Что нам нужно менять что-то Нам нужно менять формат Нашего производства И ребята понимали Что допустим Там у нашего барабанщика Бывшего Да Ильи Зеленова У него навалилась Куча других проектов Он играл совместно Там с Митей Фоминым Со Светой Лободой Еще в каких-то шоу Своё барабанное шоу Куда-то там Он сейчас вообще в Америке живет И мы понимали Что невозможно разорваться И ему для реализации Его, не знаю Амбиций, да Творческих Гораздо лучше пойти Одиноким путем Ну своим собственным Не в группе А все-таки группа Это обязательство Мы в каких-то вещах Ну не то что конфликты Но были разногласия Да, допустим Он говорит Ребят, у меня вот концерт-концерт Мы говорим А у нас концерт, чувак Ну как-то надо И вот такое происходило Это нормально Это абсолютно нормально И то, что мы Приняли такое решение Разойтись И пойти разными дорогами Я считаю, что это самое лучшее решение Которое могло быть принято нами С Женей Та же самая история Абсолютно Ему Как гитаристу Он-то более мобилен Да, барабанщику Нужна всегда огромная Площадка А Женька еще творческий человек В плане организации Сейчас он играет В нескольких проектах Замечательная кавер-группа Друзья-бэнд Они шарашат Просто По полной программе И Женю Хочется, мы ни разу Вот не поздравили У Жени сын Не так давно родился Вот, мы поздравляем С рождением Платона Евгеньевича Благодаря вашей Какое имя необыкновенное Вашей передаче Да И Женька периодически приезжает сюда На студию С нами Тут тусуется Что-то тоже творит Поэтому мы не разругались Ни в коем случае Мы друзья Все отлично Просто вот Так Я ответил На музыкальном плане Это и произошло раньше Чем по факту Когда вот вышла песня Париж Сегодня у нас много Парижа Факт группы Ну просто стал уже Не так важен Я бы так не сказал Я думаю, что это Да, безусловно Это произошло раньше Чем по факту Прошу прощения Но я думаю, что это произошло С клипом «Слабые» Где Максим Александрович Фадеев Настоятельно советовал нам Сниматься вдвоем И историю эту нести Вот как два персонажа Два главных действующих лица И между нами девушка В Париже мы все-таки Есть синхрон Где мы играем группы И мы приезжаем в группы И понятно Но это опять же У Ильи такое мнение Я говорю про стиль музыки Да, я говорю У Ильи такое мнение Хотя мы играем, живем Естественно У нас теперь просто Сессионные музыканты Которые приходят к нам Когда это нужно Мы просто два разных человека Я говорю У Ильи такое мнение У меня правильное Вот у вас есть такие Конкретные такие Какие-то разногласия В музыкальных взглядах Что касается группы Да, что касается группы Клипа Или может быть Какой-то песни Абсолютно нет Мы оба взрослые Адекватные Талантливые люди Ну я по крайней мере Оцениваю Илью И его талант Он соответственно мой Ну по крайней мере Что он мне говорит Может и врет Вот У нас на самом деле Практически никогда Не было точек Когда мы не можем Принять решение Какое-то общее И сойтись в чем-то Практически всегда 99% Мы принимаем верное решение Вместе Ну в этом главное В творчестве Главная поддержка Мне кажется Любое творческое начинание Нужно поддержать И тогда оно Во что-то Хорошее выльется Если быть Очень критичным То Все очень Может быстро Загнуться Это во-первых А во-вторых Мы делаем одно дело Важнейшее дело В нашей жизни И мы понимаем Что если мы Не важно Чего авторства песни Не важно Кто сделал аранжировку Не важно Кто предложил идею Если это крутая идея Ее нужно реализовывать И мы все это понимаем Прекрасно Если бы мы были Конкурентами Наверное Как в шоу-бизнесе У нас любят Кто-то ставит песню Говорит Да-да Отличная песня Господи Какой колонн написал А у нас нет У нас все Все отлично Вот мы уже Обсудили с вами Клип Париж И очень часто В процессе съемок Случаются какие-то Смешные истории Или может быть Даже приключения Вы можете рассказать Свой самый Запоминающийся клип Клип? Да Именно клип Съемку Для меня безусловно Наш второй клип Песню прости Да Потому что сам процесс съемок Был Во-первых Два дня Мы снималиję Мы снимали так Первый клип Но первый клип Мы снимали два дня Мы первый день Не снимались Снимали целиком Первый день Главную героиню именно, чтобы съемочных дня два было прям... Видите, да? Человек попросили всех отключить телефоны, а он не отключил. А это с универсал новую песню просит. Да? Твою? Тебя лично? Да, да, да. А, все-таки ты там перетер, да? Да, песня будет. Моя надо было добавить. Вот. О чем я говорил? О клипе. О клипе со стим. И мы снимали два дня. Это было круто. Это было в Подмосковье. Это были поля, леса, какие-то заброшенные дороги. Форд Мустанг 79-го, по-моему, года, если не изменяет память. Шикарнейшая машина. Актрисы, актеры, которые не вошли в клип, к сожалению. Ну, вырезались они. Ну, неважно. Там наснимали столько, что можно было выпустить целый фильм, мне кажется. И там именно было интересно, творческое начало, потому что режиссер Саша Лихачева подошла к съемкам очень основательно. И идеи было очень немного. Она подошла к съемкам. Самое главное, она вникла в суть песни очень сильно. Она ей нравилась. И, в общем, даже где-то мы немного перестарались, потому что не успели снять там на поле, да, в свете. И так уже сумбурно заканчивали. Но само действие было шикарно. Мы получили, мне кажется, большое удовольствие. Были уставшими, голодными там и все такое. И результат получился, на мой взгляд, очень... Сколько съемок? Нет, сколько все-таки дней? Два дня. Два дня. Взрывали машину, мустанг взорвали потом в итоге. Да, понимаете? Случайно. Слезы были у Димы. Да, оплатил-то я. Я-то оплатил мустанг, конечно, слезы. Поэтому... Ну, кое-как, в общем. Сейчас прекрасное время года, я думаю, весна. Скоро придет. Скоро придет. Да, скоро придет. Скоро придет, да. Вот, и она очень богата на праздники. Расскажите, как вы их проводите? Ну, во-первых, весной у меня мой самый любимый праздник. Это 11 марта. Мой день рождения. Вот. Что ты мне подаришь, Илюш, в этом году? Как всегда, ничего. Шиш с маслом. Ладно, если говорить серьезно, весна – это мое самое любимое время года. И весной у меня максимальная производительность именно в творчестве. Потому что день рождения или... Нет, просто, просто обожаю весну. Именно весну, конечно, но все любят весну, мне кажется. Середина апреля, которая в мае уходит. Вот это расцветает все, когда вот почечки. Когда ей пахнуть начинает весной. Ужин, уже начинает, кстати. Даже сейчас уже есть. Я как мартовский кот, я знаю сразу. Восьмой марта, дарите цветы. Это же прекрасно. Девушки, вот скоро начнется тепло, начнут раздеваться. Вот это все так красиво будет выглядеть. Город преобразится, благодаря им и солнце появится наконец-то. И... Ну, вот, восьмой марта. Потом какой праздник? Восьмой марта. Самый день рождения. Потом день рождения, это самое главное. Потом день дурака. День дурака. Тоже немаловажный для нас праздник. Вы празднуете, да? Конечно. Первый апрель Земфира, наверное, дает опять концерт в Москве, да? Какой? Первый апреля. Она же всегда дает концерт первого апреля в Москве, нет? Нет, не всегда. Ну, в этом году сто процентов, наверное. Значит, дальше что? Ну, дальше майские праздники. Ну, майские, это шашлычки. Да, день победы. День труда. Шашлычки, там, все дела. То есть, вот так вот на природу. На рыбалку можно уже выехать, наконец. Да, Илюшка так часто выезжает на рыбалку, обещает меня взять, вот все время забывает. То есть, вы вместе празднуете или все-таки нет? Каждой там с семьей или как-то? Если на рыбалку, то нет. Ну, потому что я не люблю, когда ноют, холодно, там, комары, вот это все. Это не про меня, это не правда, это не правда. Я никогда не ною. Это правда. Это не правда. Шашлыки тоже. Ну, тоже, может быть, чересчур много дыма. Вот, но бывает и вместе празднуем, да? Ну, день рождения точно мой мы вместе празднуем. Ну, наверняка. Хотя тоже не факт. В празднике вообще, который всеобщий, да, международный, там, общероссийские праздники, мы, естественно, вместе, потому что мы работаем в эти праздники. Мы поем, выступаем. Самый лучший праздник. Прямо так. Но для нашей группы это один из важнейших праздников, потому что стабильно мы работаем в нём. Все праздники отмечены красным, а этот бордовым. Так вот, ярче намного. Да, потому что хочется трижды его отпраздновать. Как минимум. А можно праздновать седьмой, восьмой, девятой ещё. А вот что вы предпочитаете, дарить подарки или получать? Дарить, конечно, я люблю. Я очень люблю дарить подарки, когда мне хочется подарить. Циничная ты, а. Персона. А получать мне тоже приятно, знаете. Всем приятно получать подарки. А какой самый вот яркий подарок вы дарили в вашей жизни? Самый яркий подарок, который я дарил? Ты подарил работу Грише, нашему директору. Каким-то, да. Ну нет, ну, что, вещи, что ли, или что? Да что угодно. Всякое бывало. Дим, ты дарил? Да, я подумаю. Да, дарил, конечно. Ну что, самое незабываемое. Ребёнка? Дарил кому-нибудь? Ну, в смысле, ну, как бы. Как бы как? Ну, как бы так, по любви. Ну, ты зарылся, походу, братан. Почему? Ну, вопрос, скоординируй точный. Так ты ответь, дарил или нет? Да нет, за чушь ты несешь. Конечно, нет. У тебя нет детей еще, что ли? Нет. Так это не мои, которых я приводил. Попросили посидеть просто. На выходные, да? Угу. По обмену. Ну, не правильно, они сбежали там из детского дома. Ну, не важно, где они стоят. Я дарил... Я много чего дарил, я просто пытаюсь самое такое выудить. Может быть, поездку какую-то незабываемую или еще? Ну да, дарил поездку незабываемую. Незабываемые поездки в Грецию. Мне кажется, сложно говорить о подарках, например, любимой девушке. Потому что это все не то, чтобы прям подарок. Это просто то, что и должно быть. А сейчас про 8 марта речь вообще, да? Про любой праздник, про любой подарок. Ну, как можно там... Как подарок, поездка куда-нибудь. Ну, как? Это же отдых такой, типа, это то, что ты и должен сделать, потому что ты мужик. Нет, ну это как... Это не подарок, это просто потому что ты мужик. Нет, подожди, нет, подожди. Это просто... Да нет, речь идет не о том, когда семья, понятно, когда семья уже... Какая разница? Какой-то подарок. Это, знаешь, как мне моя жена любит дарить на день рождения фен или плойку. Вот самый незабываемый подарок, который получал Дмитрий. Да, это мой самый незабываемый. Нет, было не так, не моя жена. Фен или плойка? Наш общий друг подарил мне на день рождения плойку. Естественно, для Вики. Естественно. Я это все понял, я поржал, это было смешно. Да. Хороший друг. Да? Ничего не скажешь. Главное, что вашей жене пригодилось. Да. Это главное. Для артиста... Короче говоря, самые лучшие подарки – это незабываемые впечатления. Вот что я могу сказать. Это может быть не что-то, что можно пощупать. Это ощущения, которые остаются вообще навсегда. Это может быть просто прогулка по парку. Но это должна быть такая хорошая прогулка. Это может быть какая-то, понимаете... Ирюх, из тебя бы вышел отличный мошенник. В ресторан. Это незабываемо. Создай сайт. Самые лучшие незабываемые подарки. Тебе будут люди платить, а ты будешь говорить, так, короче, берешься, ведешь в парк. Все зависит не от подарка, а от того, как ты это делаешь и почему. Не так дорого подарок, как дорого внимания, да? Да, вот именно так. С какой подачей? Да. Вы так не считаете? Я думала, что да. В этом есть какая-то... Хорошо сказали. Ну, что-то типа хорошо, но вот не до конца дожал как-то. Забавно, что вы общаетесь на «вы», а мы на «ты». Это прям... Нет, мы чередуемся. Нет. Когда на «вы», когда на «ты». Хорошо. Продолжим. Смотрите, мне на 14 февраля подарили. А кто подарил? Девушка любимая. Ремень верности. Пояс. Что-то великоват. Нет, это хорошее. Для артиста самое главное — это свободное время, и оно очень драгоценно. Как вы его проводите? Как используете? Может быть, какой-то экстремальный отдых или хобби, может быть? Это прозвучит странно, но свободное время я стараюсь тратить на написание песен или на творчество. Но если мы говорим о каком-то отдалённом от работы, имеющем отношение к работе, делам, то, наверное... Ну, не наверное, а точно я стараюсь проводить время с семьёй, с женой, мы куда-то выбираемся, потому что это редко. И она тоже творчески занятой человек. И наши свободные графики очень редко пересекаются, и поэтому мы используем эти моменты. Куда-нибудь уезжаем, допустим. Хоть на пару дней, но куда-нибудь. В какой-нибудь парк-отель. Из суеты? Да. А вы? Ну, понятно, что музыка занимает большую часть времени, всё равно какие-то мысли о творчестве, о всём таком. И это не считается работой. И это просто... Извините, у меня просто мысли другая вообще. А это просто, ну, как бы, жизнь. И тут нет ни работы, ни отдыха. Ну, а так, вообще, да, поездки, наверное, это лучше всего сбрасывать всю педену. Любовь-наркоз. Наркоз-подвох. Кстати, да, скоро будет презентация клипа. Не было ещё? Не было ещё. Вот буквально на днях, кстати... Слушай, там Лёша Голубев снял... Кстати, Лёша Голубев, который снял клип «Любовь-наркоз» и миллион других клипов для миллионов артистов, снял нам клип на «Песню Париж». Чтобы вы узнали. Да. Ещё вот такой вопрос будет по поводу вашего творчества. Последняя ваша работа – это «Гангста». «Гангста». «Гангста», да. И эта композиция достаточно агрессивная, ну, то есть почти боевик. Вот это означает новую веху в вашем творчестве? Потому что до этого... Самое интересное, это редко получается, когда видео снимает режиссёр, говорит, должно получиться так и так. В итоге, как чаще всего получается вообще не так. А здесь получился именно так, как клип нам снимал Гарик Буррито, который небезызвестный. Он режиссёр, клипмейкер, он очень многим артистам снимает клипы. Он сказал, ребят, я хочу, чтобы была история такая очень бытовая, такая домашняя. Вы друзья, и вот как цвета такие, бригада, вот как бригада. Фильм «Бумер», бригада, вот что такое. И оно получилось. Агрессии там нет. Там есть, наоборот, нотка добра. Мы же не убили чувака в конце, мы его просто припугнули, чтобы он так себя не вёл плохо. Такая пацанская дружба. Да, пацанская дружба, да. Ну, если посмотреть Париж, потом «Слабый», клипы совершенно разные, песни тоже разные. Тоже разные. Вот «Гангст» теперь, тоже эксперимент. Мы группа молодая, да, мы экспериментируем. Мы ищем то своё, вот когда найдём и остановимся, и будем уже долбить в одну точку. Хлебом не корми, дай поэкспериментировать, понимаете? Да, да, да. Вот все эти плётки, помнишь, ты в магазин зашёл? На какой песне бы нам порекомендовали остановиться? В каком жанре нам работать? Вот вы просто заметили. Какая тебе больше нравится наша песня? Я думаю, что Париж. Париж? Да. Я заметила вот это самое, самая крутая, такая взрывная, и при этом немножечко такой с романтикой и с юмором даже. Да. И вот когда же будет альбом? Что? Во-первых, что? Альбом. Ну, дело непростое, альбом. Мы его уже... А ты не устал ещё отмазываться от этого вопроса? Я вот уже устал. Нет, а я не отмазываюсь, я сейчас говорю, как есть. Мы собирались выпустить альбом два года назад, год назад. Полгода назад. Ну и так далее. И в одно время он должен был реально выйти, и материал уже был готов, всё записано, всё было сведено и так далее. Но так как мы выбрали немножко другой путь творческий, после песни Париж, в общем, тот альбом, который уже был, он... Стал бы просто непригоден. Ну, он был ни к чему уже, поэтому... Люди, скачав и купив этот альбом, они бы разочаровались, потому что они бы ждали бы песен подобных Парижа, а там совсем другое. Рок, так можно сказать. Да, рок-дэнс, да. Позитивный. И песни-то на альбом, конечно, есть уже на несколько альбомов. Песен очень много записано. Уже не просто написано, а доведено до завершения. Я знаю, как отвечать на этот вопрос. Но альбом пока мы выпускать не планируем, потому что мы выпускаем синглы. Мы выпустим альбом тогда, когда мы, наконец-таки, закончим с нашими экспериментами и определимся, в каком стиле и жанре мы будем работать дальше. Вот когда вы услышите, что, допустим, наш следующий трек будет продолжением песни Париж, ждите альбом через пару месяцев. Вот это точно. Всё, я придумал. Альбом должен быть концептуальным. Сам себя не по-концептуальным. И не могу спросить о дальнейших ваших планах на жизнь и, может быть, и творчество тоже. Почему не можешь? Спрашивай. Ну, может быть. Я могу, и я спрашиваю. Ты сказала, не могу спросить. Ну, вот я и спрашиваю. А какой вопрос? Турческие планы. Планы на жизнь и творчество. А, на жизнь. Наконец-то найти этот жанр, этот стиль и, наконец-то, выпустить альбом. А на жизнь я хочу побыстрее, желательно в этом году посетить два места. Одно место величайшее, которое меня просто разрывает. Я очень хочу съездить в Израиль, в Иерусалим. Очень, очень. И второе место, это вот то, что, скорее всего, станет моим раем, это Австралия. С Австралией вряд ли, конечно, получится в этом году. Расскажи мне про Австралию. Очень много планов. Очень интересно. Творческих, понятное дело, выступать. Хотим выступать, ездим с концертами по России. Я подушечку подложу себе. И хочется еще больше и больше концертов. Естественно, выпустить сингл. Ну, это вот на ближайший год. Дальше планировать не будем. Про альбом вообще не говорим. Пару хороших синглов и клипов выпустить было бы шикарно. Ну, помимо этого, написать много песен. А личные очень много. Очень много. Например? Ну, например. С концертами поездить, это тоже личное, понимаете? Прям хочется. Да? Да. И в том числе путешествовать и не только по России. Я соглашусь с Ильей, гастроли, это и личное тоже, потому что, когда мы куда-то приезжаем, мы не только посещаем саундчек, место, где проводятся концерты, гостиницу, мы стараемся гулять, узнавать что-то новое. Ты же это узнаешь для себя. Я там очень много снимаю, допустим, для своего влога. Я недавно запустил свой канал на YouTube. Дневник артиста называется, между прочим. Посмотрите, интересно. Там все за кулисье наше. Вот как мы живем, по чесноку, по правде, вот все так и есть. И мы гуляем по городам, спускаемся в метро, если есть метро. Для меня это вообще обязательная программа, спуститься в метро. То есть это как небольшое путешествие каждый тур в гастроли? Конечно, конечно, конечно. Но от всего нужно получать удовольствие. На это точно надо отводить время. Уж по крайней мере точно не спать. Уж по крайней мере точно. А чтобы не спать, вот так вот прилетел на гастроли и завалился спать, надо вести здоровый образ жизни. Не бухать, короче. И тогда все будет хорошо. Вот как мы. Ну, может быть, в этом году получится, Дима. Ну, смотри. Хорошо. Да. А вдруг? А с какими исполнителями вы бы хотели посотрудничать? О, исполнителями? Да, ну или, может быть, проекты, в которых хотели поучаствовать. Ну, вы хотите услышать ответ какой-то самый близкий к реальности или то, что прям хотелось бы, но это в ближайшие пару лет нереально, например? Ну, в принципе, можно и реальность, а можно и помечтать. Ну, нет, подождите. Мечтать то, что уже существует, допустим, я говорю, да, я хотел бы посотрудничать с группой Coldplay. Объясню почему. Либо с группой Coldplay, либо с... Бейонс. Нет. С Бейонс. А почему? Ну, потому что Бейонс я обожаю, но я бы не хотел с ней сотрудничать сейчас. Я говорю про сейчас. Вот здесь и сейчас. Не пересотрудничаешь с Джей Зи, да? Ну, наверное, да. Ну, такие размеры о чем-то. Можно же выразить это? Какие, Дим, размеры и Вудкит? Объясню почему. Потому что музыка, которую делает Coldplay, музыка, которую делает Вудкит, это та музыка, которая мне, как вот просто композитору сольному, да, я же не все в группу пишу, я пишу для других артистов, я пишу что-то для себя, просто откладываю в стол там до какого-то периода. Она, эта музыка, очень мне близка и похожа и по звучанию, и по стилю, и по настроению. Поэтому я бы хотел бы так. Если мы говорим о группе Маяковский, и нам было бы полезно и выгодно бы еще, если брать зарубежных артистов, то, наверное, надо брать тех, кто сейчас на коне. Было бы, например, очень круто, не знаю, замутить дуэт с Дрейком. Это был бы вообще какой-то невероятный экспириенс. Ну, или с той же Бейонс. Она бы в клипе пела о том, что она черная, а мы бы говорили, вы не видели это видео, кстати? Сделали, у нее вышел последний клип у Бейонс, в котором, он называется, я не помню, формейшн, формейшн. Она там весь клип, короче, там все афроамериканцы, и она там, я черная, я свэкта, все, и она вообще там просто закладывает, что она черная, черные правят, все. И ребята какие-то креативные, типа как Вечерний Ургант у них там, в Америке, они сняли целый клип, фильм сняли целый, как трейлер, про то, что, оказывается, Бейонсе за день до финала Супербола, на котором она выступала, оказалось, что Бейонсе черная, ребята, она черная, что женщины могут быть черными? Они очень сильно простебали эту историю, это очень смешно. Но к чему я это все с Бейонс, было бы замутить прикольно. Вот она бы говорила, я черная, мы говорили, мы белые. А я бы лучше замутил с Рианой. С Рианой? Трек. Это мог бы быть достаточно русский трек, она бы читала в куплетах там. Да она же не читает. А может с Никими Наш, представляешь? А Никими Наш уже со всеми, поэтому это вообще можно как бы... Где она? Вот она вдруг, голограмма появилась, да, она же везде появляется. Ну там сначала появляется ее, а потом, собственно... Ну, естественно. Вот, а если говорить про российских артистов, конечно, конечно, хотелось бы с кем-то серьезно посотрудничать, как музыкантом что-то почерпать. У нас есть великолепный опыт работы с Максимом Александровичем Фадеевым, это просто волшебно и бесценно. Мы уже, у нас есть дуэт с Гариком Буррито. Сегодня Гарик у нас просто литмотивом сквозь все интервью. Есть шикарный, шикарнейший трек, который ждет своей очереди. Вот мы не знаем, опять же, все зависит от того, наших поисков стиля, жанра и всего прочего. А у меня есть шикарный трек для Ирины Аллегровой. Для Ирины Аллегровой? Ирина Аллегрова у меня есть для вас песня. Это такая реклама небольшая и приглашение. Можно даже совместно. А у меня есть трек для любого артиста нашей эстрады. Друзья, обращайтесь. Вот с Ириной Аллегровой совместный трек классно было бы? Да, я соглашусь с Ильей, потому что Ирина Аллегрова это нерв советской российской эстрады. Это нерв. Гнала! Ну и что в этом криминального, понимаете? Если бы Белоусов шарашил, сейчас бы вот тоже с ним могли бы. То есть вы хотите микс такой, да? Из будущего, можно сказать, и прошлого. Ну, смотря, ну, ну, это микс настоящего и настоящего. Куда уж тут, а то сейчас что-нибудь не так скажешь, и потом засудят. Вот. А с Земфирой было бы круто, мне кажется. Но Земфира вряд ли согласится с нами что-то делать. Кстати, сегодня слушал, как этот парень называется? Миджиз или как он? Муджи? Как он? Ну, наши действенные. Знаешь такого? Ну, наверное, знаю, и когда ты произнесешь правильно, я пойму, что он. Что поет-то? Поет хоть? Поет, поет. Ну, давно он уже поет. У него трек Земфира, я сегодня слушал его альбом. А-а-а! Мидьяно Бой, что ли? Нет. А-а-а! Я понял! У меня в новых треках в этом музыке высветилось. Я забыл, как его зовут. Я понял. Ну, короче, какой-то белибердовый трек. Нет, он уже давно поет. Да пусть поет. Трек белибердовый, говорю. Ну, понравился. Ну, и что? А, все, песню взяли. Отлично. На универсах? Вот, слабый пол — это ваша основная, можно сказать, основная часть поклонников творчества группы. И что... Слава богу! И что в вашем представлении означает «идеальная девушка»? Вот какая она должна быть? Она должна быть любимой. И это самое главное. Тогда она будет идеальной. Других вариантов нет? Есть. Какая? Ну, например, если она находится в списке Forbes, почему бы она не сможет быть идеальной? Если говорить серьезно... Ну, это еще от мужчины зависит, конечно. Если говорить серьезно, конечно, хотелось бы всем пожелать находить свою половинку действительно, по-настоящему, чтобы тебе не приходилось лепить кого-то из человека или же, наоборот, подстраиваться под человека. Чтобы никто из двух составляющих в себе ничего не менял. Чтобы такие, какие есть, они подходили и совпадали. И вот это осознание и принятие того, что вот ты подходишь мне абсолютно на 100%, так же, как и я тебе, это и есть идеально. То есть собраться как пазл, это главное. Как пазл, именно так. Да, да, пазл. Именно так. А дальше уже идет просто... Просто должен быть примером хорошим это все. Тогда все будет отлично. Я бы назвал это котопес. Вот, спасибо всех ваших климов. Просто необыкновенная, очаровательная героиня. И где их вы находите? А вот, смотрите, как все быстро происходит. Клип нравится. Да, помнишь? Да, помню. Первый клип. Вообще, чудеса. Интересная история. Вообще чудеса, и никто не верит. Потому что мы объявили конкурс среди наших фан-клубов, а по факту фан-клуба-то еще не было Маяковского, потому что у нас не было еще песен. Они как бы из фан-клубов... Нет, они были. Не было клипа. То есть мы еще не были в ротации на телевидении, на радио. Мы только появились в интернете. Собирался, но он был там из фан-клуба Димы, из фан-клуба моего, который был тоже до этого. И девочки начали присылать письма... Для участия в клипе. Да, в клипе на главную роль. И выиграла девочка... Из Казани, Алина. Прилетела. Такая вся напуганная. Одна. Мы ее встретили в аэропорту. С цветами. Да, все красиво. А Солнце... Наташа, да. Да, Наташа. Она поиграла... Тоже одну из героинь, которая переписывалась с ней. А остальные девчонки приехали и были в группе поддержки. В клипе видно. Может, полканье, что такое. Вот так вот. Представляете, как красивая же девочка, да? Да, безусловно. А, допустим, в клипе Париж, там же вообще две героини. Это близняшки. И на самом деле, я думаю, что в этом нет ничего курьезного. Можно рассказать, что в этом клипе героини, которые сыграли в клипе, они появились в день съемок. Потому что за день до съемок, когда мы были на примерке костюмов, были другие героини. Другие девочки. Другие девочки. И режиссер. Я не знаю, какая причина. Понятия не имею. Что-то не получилось, не совпало. Не знаю. Не договорились по деньгам. Я не знаю. Понятия не имею. Но девочки были другие. И те были прекрасные девочки. И эти. Я тогда понял, как много красивых близняшек у нас в стране. А почему поете вот о любви? О чем еще, Петь? Вы знаете. Мы же романтики. Мы чувственные люди. Мы настоящие. Конечно, иногда хочется попротестовать. И тут, конечно, в тебе оживает маленький Маяковский. И говорит, давай на баррикады, братан. Давай, круши, ломай. Говори. Трубы. Огонь. Но это иногда. Это, наверное, для себя. Да, да. Песни-то они же не только такие пишутся. Но просто сама группа Маяковский располагает именно к песням о любви. О романтической. И еще самое важное, я считаю, почему о любви? Потому что все, что мы делаем, мы делаем для наших поклонников и для наших слушателей. И нам, как личностям, хочется направлять нашу аудиторию на что-то позитивное, хорошее, доброе, грязи и, не знаю, конфликтов и войны. И так слишком много в этом мире, чтобы мы еще подсыпали туда какую-то свою, своей лопатой. Надо, наоборот, людей подталкивать к чему-то хорошему, к доброму. Вот ты говорила про ассоциации с Парижем, да, вот она и такая, и такая. Я увидел, что для тебя это вот много хорошего и позитивного. И вот поэтому про любовь, поэтому о любви. Ну, тема любви – это вообще одна из самых достойнейших тем, о которых стоит писать. Потому что она… И она самая сложная. И она самая сложная. И все наши объективы. Она самая сложная, что нам в плюс. И, опять же, есть за что побороться. Потому что про любовь писать очень тяжело, потому что про нее пишут все. Вот. И написать что-то, то, что зацепит, и то, что люди выделят из общей массы – это очень трудно. Вот и в заключение нашей сегодняшней программы, интервью, я бы попросила вас сказать немножко слов своим поклонникам и зрителям. Может быть, какие-то откровения или наставления, или пожелания. По поводу откровения – это сложно с поклонниками. Я просто себе представил сейчас. У них из артистов такой. Дорогие поклонники, дело в том, что я вам брал. Меня зовут Люда, и мне сорок. По поводу пожеланий. Я всегда стараюсь желать счастья, мира, добра и любви. И это не просто слова какие-то вот с первой полки. А для меня это действительно важнейшие слова на этой земле. Потому что мир – это самое, наверное, важное для всех людей, которые находятся вместе. Любовь – это то, что должно быть у каждого человека. Добро – это то, что должно быть внутри каждого человека. А счастье – это то, что рождается благодаря всему тому, что я перечислил раньше. Поэтому мне хотелось бы, чтобы все люди были счастливы. А перед счастьем – там мир, добро и любовь. А вы? Ну, хочется подтвердить. Да, потому что… И самое главное – будьте счастливы вот прям здесь, сейчас. Не когда-то завтра или потом, в том райском месте. Будьте счастливы здесь и сейчас. Слушайте музыку, не будьте безучастными к окружающему. Будьте активны как-то. Любите друг друга, и всё будет отлично тогда у нас. И слушайте группу «Маяковский». У нас очень-очень-очень много разной музыки. И каждому какой-то трек будет по душе. И когда вы слушаете, оставляете свои отзывы и комментарии, это для нас очень важно. Когда мы говорили сегодня о том, что мы садимся командой и принимаем решения, мы всегда ссылаемся на то, что пишут поклонники. Это правда абсолютная. Поэтому знайте, что ваш комментарий, он может быть, будет судьбоносным. Спасибо большое. Я желаю тоже всем зрителям счастья. Это самое главное. И в завершении программы хочу сказать, подписывайтесь на наш канал в YouTube. С вами была самая отличная группа, литературная и просто суперская. Маяковский. Ставь лайк, лайк, лайк.